МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хотите же вы, как в девяностых, чтобы эта махина плыла? Но не слушая стонов и жалоб, он обвил свою должность, как спрут. Юнги прут, что понравится с палуб. Пассажиры на палубу срут. Ни базальтовых скал, ни жемчужин, там царит безнадежность сама. Если ж бунт на борту обнаружен, он теряет остатки ума и уныло втирает мантросам, обитателям трюмных низин, про облитость радийным поносом и про заговор скрытых грузин. Крысы съехали вместе с мотором, шлюпки продали за три рубля. Пассажиры кричат ему хором, капитан, уходи с корабля. Иногда я боюсь примитивно, поглядев в никакой небосклон. Что уж лучше любая скетина, чем такая путина, как он. Эту серую гниль и коросту не возьмет никакая вода. Эх, его б на Каркордию косту. Почему он не хочет туда? Сегодня были там предложения, выборы отменить президент. А зачем? Даже если мы все будем ходить, носу ковыряться. Президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. Я железно знаю, что он победит капитально. Так что не снилось мне всей этой швали, которой Бакрон и Байден, Шольц и так далее. Это он подобный. Это состояние нашего общества. У нас с людьми разговариваешь, 49 из 50 спрашиваешь, допустим, ходишь на выборы? Отвечают, нет, не хожу. Там без меня все решили. Я говорю, тогда ответьте мне на вопрос, в какой момент времени вам пришла в голову идея, что вы ничего не решая в своей стране, можете решать что-то в чужом государстве. Какого президента им выбирать? На каком языке им разговаривать? Завтра нам скажут разговаривать на монгольском, и мы будем друг друга давить в очередях за монгольскими разговорниками. Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации аннессии Крыма, хочет править нами вечно. Любого, кроме Путина. То есть я слышал только вот про Навального. Путин, 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 Путин. А нам по телевизору орут, что у нас якобы все хорошо. Как можно судить Путина? Любого, кроме Путина. Мне не нравится политика, мне уж не нравится. Слушайте, ну такой прям вопрос, уже мы отвыкли от такого. Мне кажется, что мы там только увидим в списке одного только Путина. Даже сложно представить, что там кто-то еще окажется в этом списке. Прямо так и вижу. Путин, 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 Путин. Я даже не знаю, я растеряна, я не могу ответить на этот вопрос. Честно признаюсь, даже не знаю. Все эти кандидаты, они полностью подстроены под Путина. Чтобы только вот один Путин взял и выиграл эти выборы, и все, и больше никого не было. Я на данный момент не вижу кандидатов, которые могли бы с ним соперничать. Не потому, что я его поддерживаю, а потому, что я не вижу кандидатов, которые могли бы с ним соперничать. Поэтому я не рассматриваю кого-то. Из всех, кто вы представлены, я буду незаконно голосовать. Я считаю, что это не кандидат, который не выражает нам позицию. Я, если честно, и не голосовал ни разу. Мне... Ну, то есть я совсем даже этим и не интересуюсь, скажем так. Я даже имен никаких не знаю. Ну, то есть я слышал только вот про Навального, и то просто потому, что он был яркой личной, скажем так. Вот, там, как политика, я вообще больше... Ну, и кого еще, который умер недавно, Жириновский, но он был мемом. То есть вот так я в политике разбираюсь. В основном ни за кого. Не особо подходят мне эти все кандидаты, кто подвигается. Так что ни за кого в этом году. У меня нет кандидатуры конкретной, но кого-то другого. Вопрос из зацепки не знаю. Никого нет пока. Не могу себе представить. Функт молодого политика. Ну, хватит, только можно сидеть в Путине. Пора меняться. Я думаю, что нарисуют много. Намного меньше, чем в прошлые годы. Ну, ну, ждите, посмотри вот вокруг. Что хорошего вообще? Доллар взлетел, как бешеный. Машины подорожали, коммунальные услуги дорожают. Все абсолютно дорожает. Зарплата осталась та же самая. А нам по телевизору орут то, что у нас якобы все хорошо. Кругом одна ложь и пропаганда. Ну, по итогам-то, конечно, все 100%. 98, может быть. Но, так я не знаю, мне кажется, люди просто даже не пойдут на эти выборы. Мне кажется, даже те люди, которые вроде как его поддерживают и считают его царем и батюшкой, даже они, в общем-то, довольно равнодушны уже к этим. Я думаю, что на данный момент меньше в процентном соотношении, чем на прошлых выборах. Да, да, да. Но я думаю, все еще будет достаточная масса людей, которые действительно пойдут поздно согласовать. Хотя их будет меньше. Почему? Ну, в связи с последними событиями экономическими и политическими. Я думаю, да. Я думаю, очень многие. Ну, я думаю, что у нас очень много вот патриотов, которые не... Может быть, не хотят. Вот, может быть, не видят смысла разбираться в том, что происходит. Вот, поэтому я думаю, что они будут занять до конца класса. Дело в том, что, мне кажется, ничего не изменится. Если кто-то на другой пост встанет, ничего не изменится. Нужно решать более другие вопросы страны, если так посмотреть. Президентскими выборами и одним только выбором одного человека ничего не решить. Как минимум, в огромной стране должны решать все вместе. Ну, я думаю, еще один, пожалуй, и больше. Как минимум, три еще. Это при хорошем раскладе. При плохом до бесконечности вполне возможно. Ну, я думаю, что до конца собственной жизни. И его жизни пожинается. С тем, что он обнулил конституцию, он будет еще очень и очень долго. Он никого не подпускает к власти. Миллионов. Ну, как бы... Что значит, сколько? Он-то может и до бесконечности, и вместо него такие же придут. Это все может до бесконечности. Иногда уже такое ощущение, что это все будет всегда. Не хочется в это верить, но как-то так. Ну, это, я думаю, что большой вопрос. Но я думаю, что два срока Путина вполне реалистичны еще. То есть, я не думаю, что вряд ли больше, но два срока по шесть лет, я думаю, вполне реалистичны. Субтитры сделал DimaTorzok